Обязана ли женщина говорить в день молиться? Женщина должна один раз хотя бы в день молиться. Она должна выбрать себе молитву. Обычно выбирает или шахарит, или минха. Обычно выбирает минха, когда уже дети в школе, муж на работе, вечером тоже они ее занимают. Обычно молится минха. Хочет женщина молиться, шахарит. Имеет право, имеет право. У нас есть то, что называется сукеда зимрак. Мы сказали вчера, это ашре, алилюкот и так далее. Должна она это говорить или нет? Говорит Аллаха, она не должна. Она от этого освобождена. Но она все-таки хочет сказать, имеет право или нет. Аллаха говорит, она имеет право, но благословлять на это не имеет права. Что значит благословлять? У нас мы начинаем молитву с барук шамар и заканчиваем иштабах. То, что между этим находится, вот это барук шамар, благословение до сукеда зимра и иштабах, благословение после. Поэтому, так как после времени шахарит, у нас есть определенное время, до какого времени, когда я молюсь утром, это считается шахарит. После этого уже нельзя говорить эти благословения. Поэтому это считается митцва шиазман грома. Митцва, у которой есть определенное время, на такие митцвы женщины не благословляют. Как, например, на этрок и руля, на сукод они хотят делать возмахание. Имеют право или нет? Имеют право. Но благословение, говорите, не имеют право, потому что это митцва, связанная со временем только один раз в год. То же самое шофар. Женщины, в принципе, не обязаны слушать, потому что это митцва, связанная со временем. Но сегодня всем принято, что приходят в синагогу. Поэтому женщина, которая молится шахарит, имеет право читать. Если шахарит, если она хочет, если у нее есть время. Но благословение Баруп Шамар и Иштабах, она не имеет права говорить. Второе. Человек молится, говорит Ашрея Шве, «Потеха и Дядеха забыл сделать кавана». Что Всевышний дает ему пропитание. Должен этот пасук повторить. Есть всего два пасука у нас в молитве. Человек, который их сказал без каваны, улетел в Самарканд в Бухару на 2 минуты. Должен снова повторить. Это «Потеха и Дядеха и Шма Исраэль». Даже если он уже после «Потеха и Дядеха» закончил Ашрея Шве, начал следующий Тейлим. Закончил следующий абзац. Между абзацами имеешь право сказать «Потеха и Дядеха» с каваной. После «Потеха и Дверь Спасу». Только «Потеха». После следующего Тейлима можно сказать «Кавана, Потеха и Дядеха ума с бея ла хол харацон», что Всевышний раскрывает свои руки, если можно так сказать, «Потеха и Дядеха ума с бея ла хол харацон». Амин и Амин. Продолжение следует. Продолжение следует. Объok. Учить воплощение. Учить свободы. Учить свободы. Продолжение следует...